шпоньк привет ребятушки привет зверятушки мы снова в эфире снова мы берем интервью снова я и саша здесь для того чтобы задавать каверзные вопросы у нас сегодня посмотрите кто вы думали у нас сегодня легос товарищ ответственный за существование такого канала как поводильник думаю вы все знаете это товарищ первым делом хочу сказать ребят я испытываю сейчас новые всякие техники нарутовские на убеси моем поэтому если вдруг что будки и пролаги в эфире обязательно об этом пишите или сообщайте нам дерево как-нибудь потому что как бы страшно в общем спасибо что присоединился к нам сегодня все таки спасибо что позвали да мы сегодня будем задавать немного каверзных вопросов мы чатик чатик тоже не стесняемся обязательно пишем свои вопросы будем легосом водить на чистую воду ну и давай начнем я тоже знаю в принципе может если кто не знает ты у нас питерец но не коренной что она она не грустная просто со временем он санкт-петербург стал для меня лучшим городом в россии но по крайней мере россии в котором можно жить ну как бы так получилось я переехал потому что нужно было переехать потому что в краснояске было довольно не в моготу находиться и в принципе у переселенцев в этой стране есть два пути вот если перемещаться внутри страны в москву или питер я же имеется переехал москву прошло там пара недель и вот я оказался в сан петербурге и вот я здесь живу и этот город сначала тебя очаровывает потом разочаровывает вот и ты каком-то вот этом постоянном переходе от любви до ненависти здесь находишься жалуешься на погоду и при этом как бы я забыл как выглядит зимняя обувь там есть как пуховики вот эта штука с которой в родной сибири понятно основная одежда да ну это же смешно то есть когда ты я довольно часто бываю в москве из-за ролевых игр живого действия то что у меня там много друзей и я приезжаю в москву если дать чарову из невероятной типа жизнью того как когда люди готовы знаете ну куда-нибудь ехать в 11 часов вечера чтобы потусить чтобы встретиться вот и я такой все надо знать как моя девушка все все бросаем переезжаю в москву там вся жизнь а потом приезжаешь такой на сапсанчике и просто вот как он останавливается на московском вокзале в питере моё любимое болото когда не то что мы друг другу не звоним никогда мы пишем вот в общем как-то так об родной сибири не был уже много лет собирался вот в ноябре в первых числах но коронавирус меня подкосил и все остался здесь ха 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 у меня антитела расскажи ты вообще немного наверное себя кем ты работаешь мы подержу тебя девушкам то есть помимо настольных ролевых может быть ой ой как сейчас хорошо мне 32 года я работаю нарративным дизайнером и сценаристом в студии делающие компьютерные игры под названием бритвальда games и как бы сейчас мы там сделаем city builder и я там пишу сеттинги и всякие сюжеты как это можно сделать и люди вот и прочее поводильник дал мне эту работу в общем-то иногда и езжу в лес и там объем друг друга деревянными палками вот палки не деревянные зачастую это не лес но такие стереотипы да 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 иногда это оказывается страйкбольный привод там всякое бывает что еще не знаю люблю сноуборд иногда ну да у меня с моим другом банным опять же на нашем канале есть плейлистик иногда мы поем матершинные песни посвященные ролевым играм живого действия в основном хотя не без песни dnd 3 с половиной ван лоб посвященной моей девушке вот там но иногда мы даем концерты в москве и в санкт-петербурге люди приходят им смешно мы смешно шутим на темы понятные только людям которые вот посвятили свою жизнь тому чтобы вот в лесу из ведра жрать гречку утром я не знаю короче и наслаждаться всей этой невероятной атмосферой ролевой движевого действия и вообще как бы это долгое время это была основная моя какая то есть если спрашивать о хобби то вот я я оттуда скорее чем ну это это на самом деле сильно видно и по комментариям и по тому как вот мы начали выкладывать свои игры и люди такие типа хэй это что-то не то типа ну нам такое непонятно а все дело в том что вся наша тусовка большая часть моих друзей это люди из ролевых игр живого действия и у нас определенный такой ну видимо свой стайл в том плане что многие вещи которые людям студны нам не студны вот ну и вообще как бы вот-вот основные какие-то поинты не знаю вчера машину купил поздравление короче вот такие вот новости что не знаю люблю играть видеоигры не знаю очень разносторонний смотрите у нас сегодня будет смотрите-ка санечка давай трави свои вопросы знаю прямо назрели они первый вопрос который я задала наверное дании это кто у нас будет и почему поводильник хорошо давай с первого начнем пять с половиной лет я веду канал на ютубе посвященную достольным ролевым играм этот канал ну довольно успешный если смотреть по каким-то критериям русского ролевого сегмента ну вот если 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 про это поводильник мы начинали канал вдвоем с моим другом Никитой Евгеньевичем Кочкиным он дизайнер то есть он в отличие от большинства моих там друзей вообще не особо ролевик то есть ну понятно первая его игра была в 2002 году но кого это волнует вообще вот но он тебя позиционирует не как ролевика он крутой дизайнер бывающий в Британии и берущий неприятные бабки за свою работу вот и в свое время мы начали думать о канале про чуваков которые переезжают в Санкт-Петербург таких людей довольно много и есть определенные веки определенные зависимости про которые хотелось рассказать и какие-то особенности ну и понятно короче прикольный проект чего нет мы все такие тут куча народу типа есть и чем-то снимать мы начали думать и потом оказалось что довольно тупо рассказывать о том в чем ты не профи то есть ты как бы пережил этот опыт но ты 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 все еще как бы немножко наблюдатель со стороны и тогда мы подумали что прикольно сделать канал про настольные ролевые игры благо тогда их было прям ну совсем мало то есть сейчас их много и это круто а тогда было там братец ву я не знаю бриганов ну короче типа классные чуваки но было прям мало всего и у меня тогда прямо сердце горело как я хотел рассказать как мы в сибири водимся в настольные ролевые игры и сейчас я принесу свет короче вы то все не знаете а я сейчас всех научу вот мы сели начали думать в кафешечке это какое-то было в то время был ужасный кофе в Санкт-Петербурге и мы развращенные просто сибирской кофейной традиции которая очень очень быстро ну задает очень высокую рамку мы сидели пили дурацкий кофе ругались на все по-хипстерски и такие ну нам нужен нейминг говорит мне Никита Евгеньевич Клачкин типа что-то запоминающееся это слово должно как стеркс оно должно обозначать тебя ну в смысле должно это должен быть новояс и тогда я вспомнил что там когда мы жили с моими друзьями в 2007 году на 13 квадратных метрах втроем и водились как фути каждый вечер у них была одна и та же как бы игра Аньки поводи нас сеньор сеньор не проходите мимо поводи нас вот и короче типа мы долго там разгоняли я такой поводи нас поводиник холодильник вот оттуда короче ну поиграли в слова как бы филологическое образование ту-дум-ту-дум-тум вот и образовалось это слово и я до сих пор им доволен потому что ну это там если человек понимает что ну знает это слово и забьет его в Google условно говоря оно вылезет первым вот ну то есть короче это просто вот такой осмысленный весьма ход был а потом Ник нарисовал нам немножко логотипа в какую-то там заставку прошли несколько лет ему надоелось на менячиться и вот у меня самая лучшая команда на свете в виде виллы славика ужасно их люблю поцелуй любовь вот ну в общем вот так вот примерно это сознательное решение не то что как бы случайность Саша сегодня с холодильником угадала все таки ну конечно у нас даже на каком-то из логотипов есть в паблике мне кажется у нас логотип с холодовым и на заставке у нас там где-то он там открывается закрывается что-то такое было Так слушай тогда расскажи нам давай так сколько у тебя человек сейчас в команде вообще трое Трое я Вилл наша художница красавица и вообще во всем помощник и Славик наш друг оператор игрок один из лучших игроков которых я знаю который просто вырос с человека который попытался у меня знаете в открывающей сцене Денжин мы еще толком не знакомы он попытался обултать убитого ему кабана и я такой ой 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 вот с чем мы будем иметь дело а сейчас Славик ну типа небольшой как бы такой спойлер вперед мы тут собираемся выпускать я ужасный игрок об этом наверное еще поговорим я у тебя был ужасный игрок сам ужасный ну типа мне я бы себя не пускал за стол я решил над этим работать спустя вот столько лет и вот мы сейчас выпускаем небольшой спец проект такой и там Славик некоторые другие мои друзья меня просто учат то есть вот настолько человек стал ну настолько он осознанностью своим подходом вот этим въедливостью ну служит всякий прохвал в общем настрое но если вот так вот начать сколько людей нам помогало или там участвовал в проекте а потом отошло я думаю что мы за добрые десятки то очень легко уйдем а то и за 20 человек то есть в разное время Слушай ну ты сказал что ты ужасный игрок я честно говоря должен сказать что я тоже отвратительный игрок поэтому мне будет очень интересно посмотреть ваши эти видео Ну просто понимаешь мало сказать как быть хорошим игроком и дать какие-то хорошие советы а тут я решил так с этим пора уже что-то делать Это какой-то кошмар просто ты такой сидишь и как со стороны смотришь и тебе просто стыдно Ну то есть типа что происходит сейчас Знакомый Вот Почему этот человек это делает да 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 у тебя же есть мозг типа рот почему он вот это произносит сейчас Да 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 Как ты вообще давно как давно увлекаешься настольными ролевыми в принципе С 2002 годом С 2002 года Да да с тем что на летний Эли дик С 2002 года я играю но можно вехами очень все четко определить на самом деле то есть там в какой-то момент ну там с 2002 по 2006 Мы играли в Эру Водолея в Мир Великого Дракона короче в русскоязычные какие-то штуки И ну понятно больше всего мы придумали какие-то свои невероятные системы и занимались всякой ну такой вот как как дети То есть мы мы просто упивались тем что в этой игре можно все о что я могу другу клеймо в лицо вставить такой ну да кинцовкость И ты просто в восторге типа просто в вау буря эмоций Вот а потом ну начинаются какие-то вещи я там купил книжку трех с половиного ДНД на все деньги просто которые у меня были вот у меня было знаете я Ну мой родной город Шарыпово это в Красноярском крае и родители мне как бы прислали студенту денег и я просто такой с почты забрал перевод и отдал как бы за книжку ДНД Потому что ну ничего более круто в моей жизни не могло быть Ну то есть все типа ДНД на русском что камон Вот и потом какой-то полгода я ее просто читал и не понимал что там написано потому что это не очень похоже на то к чему ее привык Вот а потом там начали собираться и началась эпоха ДНД когда я вводил там знаете 2006 2007 наверное по 2011 год я вводил только ДНД вот и такой что что возможно во что-то другое играть не смешите меня Вот все уже понятно вот вот лучшая игра на свете а потом такой мой друг Лерик из Томска такой поиграем в салагу я такой нафига это же какое-то что это такое что это не ДНД Вот а потом попробую такой боже салага великолепно кубики взрываются фишки фишки нарративные права ахереть и ну вот и такими этапами оно все идет то есть я не могу сказать что я там одними и тем же играми занимаюсь Ох это очень разные игры были вот и там и сейчас и даже пять лет назад то есть ну меня разные вещи увлекают из-за поводильнической деятельности я ну просто какие-то вещи ты просто покупаешь и читаешь только потому что ну ты должен быть в курсе знаете ну то есть ты такой нужно знаете понимать как работает фейт если ты ведешь канал про настольные ролевые игры их теорию ты просто должен знать это и ты такой вау фейт охеренно Ну слушай мы еще поговорим мы еще поговорим про твои любимые системы и про все это следующие Но я это просто ответ на вопрос когда ну вот это разные кусочки вот извините давай тебе довелось повоевать на этом поле энергичным то есть ты по многому тюрьма конечно смотри ты когда я когда пришел у меня я я с паладиновской миссии шоу понимаете то есть я такой вот сука сейчас я вам всем группсовики мои друзья это саша бриганов это тент вот эти группсовики я вам сука сейчас все объясню то есть ну типа и они они ну надо отдать должное это достойные противники они приходили и говорили ты что мудак ты вообще ты чё понимаешь вот и мы вели непримиримую прекрасную светлую борьбу а сейчас мы все стали добрыми циничными толстыми и бородатыми вот и это конечно все ну теперь другие войны блистают на ютуб и в бкашных этих аренах а мы такие просто мраааа все хорошо нет неправильного способа играть ДНД и прочая вот эта либеральная чухня ну слушай про войну да сейчас действительно сейчас другие приоритеты если вспомнить вот реально мы когда начинали канал и начинали этим всем заниматься я начал описывать какие-то каналы с просьбой там репостом помочь или типа того что-нибудь да как сотрудничать такой вот на удивление значит зайду чуть пораньше я занимался музыкой в принципе сейчас занимаюсь я знаю ты тоже кстати говоря ну да вот и когда мы группу пытались поднять как-то с колен я также расписывал спамил буквально разным группам спрашивал типа чё как может там посотрудничать все дела и все так и там столько говна лилась то есть там такое болото было в этом плане а когда начал заниматься наречниками и начали общаться наречниками после цербера ты какой-нибудь пузьку гладишь ну слушай ну вот недавно саша выпустил ролик смысле но чекенкаре выпустили ролик вот тебе пожалуйста типа в сети понимаете в чем самое смешное что я такой но я люблю сашу бриганова типа мы близкие друзья я захожу в комментарии а там сука те же мудаки что мне писали пять они никуда не деваются они просто ну они они состоят из ненависти им пофиг кого ненавидит то есть мейнстрим 40-летний я вам как всем все люди ну а они вот с нами в параллели живут им 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 нужен только повод ну то есть когда в какой-то моментом но идут обсуждения а я а я страшно любите почитать комментарии я вам честно скажу вот и и я захожу а там люди знаете пишут ненавидят костей я такой вот идеальный в своем вон том что они делают типа откуда не что почему даже почему не мог пройти мимо ты сидел смотрел и ненавидит это 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 восхитительная согласен музыканты гораздо больше нигеры и гораздо больше ну там там мне кажется из-за какого-то знаете богемного творческого подхода да 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 и в таком каком-то всегда флёрия такого а кто круче да вот это как-то спокойнее так санечка давай тройку эти вопросы какие каналы смотришь на ютубе посвящен вечерний гости мы уже поняли ты смотришь я не смотри типа смотрите нет нет я очень хорошо понимаю что делают ребята мне они невероятно симпатизируют ну я им ужасно симпатизирую но то что они делают ну не совсем при меня но типа они хрененные то что они делают это очень качественный контент и при диске осматриваю новости сегодня буквально смотрел это что за днт вот просто у меня вопрос какой-то был по этому самому дорогу кому не было тянутся дальше чем посмотрю кликнуть на этом самом я посмотрел ребят вопрос да про ролевые каналы или не ролевые каналы просто у меня два профиля и я в них разные вещи по профиля а второй профиль чисто для частного пользования ну да мой личный как бы а второй ну вот по воде чески так что про какой рассказать а давай про любой вот такие у тебя вообще принц окей хорошо смотри я очень много смотрю ютуба youtube подписка лучшие деньги которые я вложил это типа просто восхитительно ну вот давай я вот сейчас чтобы не брать вот прямо сейчас у меня открыт джейсон карл стала и bay night и джейсон карл вот это то про что я могу очень много рассказывать поскольку впервые за очень долгое время а может быть и вообще первый раз я нашел для себя авторитета в мире настольных ролевых игр прямо авторитета авторитета это английский язык мне очень сложно дается я прямо знаете продираюсь но я посмотрел первый сезон вот недавно и мне ужасно нравится мне кажется как это вот в плане подистрывание духовного какого-то подхода ориентации на какие-то вещи спокойным спокойное знаете монтирование какими-то правилами джейсон карл мой просто нынче фаворит из интересного я смотрю world of armor на я просто сейчас вот свой профиль открыл чувак кующие доспехи из украины я ужасно люблю редакцию и вчера практически прослезился с выпуска про мотыгина про театр и про русскую вот эту всякую тулку на мне просто это очень близко и когда чтобы вы поняли там девушка в репортаже редакции которая уехала из санкт-петербурга знаете сибирь на север красноярского края в маленький засранный театр а моя моя девушка ее недавно красила и вот вилл если ты сейчас смотришь там в девчонкой из вашей труппы ну короче капец и я смотрю и меня это ужасно конечно поражает нет слушать поперечного короче как все на самом деле мне кажется дениса чужого я иногда на своей странице скидываю какие-то рекомендации на обычные свои профили вконтакте например последняя моя находка это чувак который рассказывает против он про историю и теорию этой музыки электронной музыки и он мне вышел в рекомендации про джангл и он такой крутой просто 10000 подписчиков у чувака а он сука он такой крутой ну то есть когда он такой он рассказывает про историю того как звуки сцеплировались и они мульти культурно переходили один в другой я просто такой капец это как круто вот а потом оказалось что там мои друзья из израиля со святой земли его там лично знают я такой ну блин мир такой маленький я зашел к чувакам 10000 подписчиков ну ладно вот это из последнего из ролевого ютуба я вот смотрю away by night медленно но верно я иногда посматриваю костей я подписан наверное на все ролевые каналы на русском языке которые есть свое время я поставил перед собой эту задачу и ну короче количество контент ну то есть за сегодня на моем профиле про ролевые каналы 1 2 3 4 5 6 7 7 видосов за сегодня как бы вот это этого это больше больше чем как бы ну ты готов вообще потребить я подписан на хейтеров я ну и целом я конспективно посматриваю все то есть не то что я посижу и смотрю там знаете ролик я не знаю мы играем в dnd два просмотра я сижу 16 часов смотрю это не совсем так но я стараюсь держать конкурсе как минимум то есть в свое время и ненавидим всех кто делал вот теперь я люблю всех надо признаться надо все признаваться что ты типа был как говнюком это правильно это правильно это очень правильно так у нас чатики магистры денисского я обновил информацию теперь кнопочка дата если что у нас висит в описании если вдруг чё меценаты пожалуйста да любых вердюгина говорит привет легос привет рил эй эй нора привет так легас давай-ка днешка отойдем от нариски и расскажи вот еще дать о тебе немножко информации поздним расскажи какие у тебя любимые там сериалы передач фильмы что-то игры до четко о сейчас давай сериалы из-за работы из-за потому что я работаю нарративным дизайнером я смотрю очень много контента очень много контента и как правило ты начинаешь перестраиваешь мозг и ты начинаешься очень критично воспринимать и то есть мне там тяжело общаться с друзьями там не знаю дизайнеры потому что им ничего не нравится они смотрят на мир и ненавидят мир потому что он совсем не идеальный вот у меня так с контентом художественном то есть вот последний сериал на netflix и которая смотрел про девочку-шахматистку которая вся моя лента невероятно просто лежала подошвы и сапог я не знаю ну то есть просто типа боготворила я посадил вот так и такой господи какое типа какое говно как же ну типа там сценарист вообще не ночевал ночевал повестка и все больше там типа ничего девчонка красивая и как бы и оператор перед которым поставили задачу типа тебе нужно полтора часа беспрерывных съемок шахмат скольки способами ты это можешь сделать он такой 16 анти мы сделаем значит вот всеми 16 по нескольку раз короче я смотрю netflix но скорее с позиции того что он раз уж за него заплачено надо его иногда посмотреть вот из жадности у меня есть кинопоиск вот вот из последнего что мне понравилось я посмотрел to the lake я вот вы думаете я говорю это 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 русский рот я произношу to the lake русскими буквами это важно вот у меня есть теория что вот название как он как он называется эпидемия так вот эпидемия это рок-группа сука хорошо помечено вот там бьется фианор а в to the lake как бы балабановский как бы стайл встречает немножечко то что мы будут вокруг видеть на самом деле русские люди вот русские люди показывают всю жизнь короче происходящего мне очень понравилось я люблю совет вейф а это немножечко совет вейф поэтому вот из последнего что на меня призвало впечатление я много смотрю документалок и там ну если вы вдруг почему-то почему-то в своей жизни не посмотрели документалку под названием у вас dance я тоже по-русски произношу потом я не умею по-другому обязательно посмотри у вас dance вы сначала подумайте что про баскетбол я не буду смотреть а вы посмотрите это просто лучшая документалка на свете про чикаго бусы их золото есть ну золотой состав это просто разрыв башки ну типа это вот я я это как профессионал говорю потому что ты смотришь у вас dance и знаете что думаешь а жизнь она типа настолько сто раз круче чем то что ты можешь сочинить и все вы обезьяны короче можете да 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 ты думаешь ты креативненький нет ты тупой короче вот а жизнь она вот дает таких просто ферий и я очень рекомендую вот это из ну художки какой-то из нового на последнего посмотрел в кино сходил в кино первый раз был в этом где и писали богатая жизнь роскошная вам хочу сказать я с ней все еще не знаком но то что я видел знаете я и писал это очень круто вот случайно получилось но ну крутой то что мне нравится из игр последнее что мне ужасно зашло прямо ужасно зашло мне да 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 это пока болел коронавирусом прошел прей старый новый новый крис авион суту и мерзкий пёс потому что как бы я вот вожу у меня сейчас идут выпуски моего денжена под названием арктика и я такой играю в прей и такой как же я ненавижу тебя крис авион как же я сука тебя ненавижу потому что там прямо но прямо очень похожи местами и я когда допрошел я такой ну класс сел и начал переписывать данжен который сейчас уже идет чтобы не внуш тупую нифига я тебе но совсем уж но какие-то грязные вещи не чтобы не повторять но потому что это же публичное ладно бы для друзей своих водил наш плюс-минус какая-то публичный контент но хочется как-то ну меньше меньше заимствовать ну и чтобы не быть таким типа вот я в аркейновские игры только играю мне из последнего ужасно зашел кота на зерно вот и что нибудь еще извините стены на этим зовут мне ужасно понравился вот такие дела первый карантин я перед сидела на острове у нас яков дмитриев пишет в комментарии в чате как следствие ввели с леонидом каневским давненько не было там что-то именно этими фломастерами изнасиловали этого мальчика там есть мем такой сашка давай вопрос да я ты говорил что перейдем чуть попозже к любимым сеттингам я думаю что время настало какие твои любимые сеттинги 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 официальные сеттинги да без разницы окей мне нравится сейчас я так давайте давайте издали как-нибудь зайдем мне нравится красная земля я не видел как ее переделывают то есть я иногда захожу в группу смотрю фоточки и как бы ничего не понимаю то есть я мне я водил по старой красной земле и это очень сильно потому что вот тут потом все что я буду называть да это в этом нет русскости не смысле знаете вот этой зигущей русскости а в смысле в том плане что очень круто как что свое время собрались люди и начали делать сеттинг который можно было сделать только в россии это очень круто потому что когда мы вот вот у меня на канале есть я знаю что вы водитесь я знаю что много других канала да если есть вампиры да допустим и он такой она это все равно такой у бог получается с того как мы понимаем америку но мы понимаем вот этот мир тьмы да то есть и и и там любимые мои ливинги дружочки вообще пирожочки и вообще очень люблю ливингом студия да хоть и не на юге питера живут а мы на севере живем и невозможно с ними встретиться невозможно то есть на тело вы не приезжайте к нам они жди да нет невозможно ну типа что юга ехать увольте вот что мы к ним тоже таки а чё приезжай к нам в 10 свечей водиться этого к вам далеко короче типа и вот все водятся по вампирам до офигенные окаянные есть да то есть я просто типа восхищение моё великого алиса и вообще там ну все все водились вот и оно все такое какое-то не знаю даже нельзя так сказать что не глубокое очень глубочное и понятно потому что американцы по себя пишут игру и красная земля она хирена именно потому что это это русская это гражданская война а это очень сильная тема и очень сложная тема и типа там можно поиграть просто вы старт да в такой типа холлой там наганами на тачанках значит брать поезд и вот ну вот такой ерундой заниматься где-нибудь в степях херсонщина но сам сеттинг он может тебя вот просто к стенке поставить и задать тебе очень очень интересные вопросы для тебя как для мастера и для тебя как для игрока потому что многие вопросы гражданской войны ого неплохо многие вопросы гражданской войны русской ни хера короче не имеют публичных ответов ну то есть знаете как у нас вот есть повестка да и мы там понимаем что деды воевали там я не знаю троллевали русская а вот русская гражданская война это нихера не обсуждаемая тема и когда ты начинаешь такой как-то вот в этом вопросике шудить палкой как в муравейнике интересно вылезает из тебя из людей из твоих игроков потому что хоп оказывается так как бы ход на следующую следующую сессию человек приходит и такой я не могу про это играть у меня там не знаю дед расстреляет душа в войне там погиб и такой добрый вечер как бы а почему настольная ролевая игра ты тебя об этом должна подталкивать для того чтобы это знать вот красная земля ответ мне нравится поп-сола надо назвать мне нравится дарксан и по и по его мотивам у меня есть собственный сеттинг и дарксан клёвый то есть мне ужасно нравится какой он был в dnd компания что это было экологическая катастрофа время как вот знаете по вот этой экологической повестки и она была на контр культуре такой то есть что во всех сеттингах эльфы мудрые красивые чуваки а у нас будут уродливые карлики которым никто не доверяет как вам такое хауфлингов любите а у нас хауфлинги людей едят вот это прикольно ну то есть типа определенно для этого нужно определенно обладать определенными яйцами чтобы на это контур культуре сука издать несколько книг это круто мне такое нравится а вот то что они сделали в четверке я когда свой данжем готовил я прочитал мануал по четверке по четвертому днд по о а он такой знаете слащаденький там такие типа уууу рабы восстание все дела и я такой маня а день все типа не выдержала притку не выдержала проверку времени вот мне нравится Ревенуофт, и мне ужасно нравится серия роликов про это от нашего коллеги, про Ревенуофт, который не современный, вот знаете, книжка Страда, я сейчас должен был резко достать. Вот. Который такой, ну типа, идеальный маркетинговый продукт, просто не прикопаешься, а вот такой Ревенуофт, знаете, шершавый такой, такой вообще не идеальный, такой готический ужас, от которого просто приезжая, тебя в жизнь сворачивают. Вот этот, вот. Ужасно, ужасно круто. И, ну, не даром столько поклонников Ревенуофта, которые, ну вот, просто, типа, тащатся от сеттинга. Так, я назвал три, и, наверное, и внутренние тени. Я обожаю внутренние тени. Это сеттинг моего друга Блонда с его проектом внутренние тени. Они сделали настольную ролевую игру. Это одно из ну, лучших фантастик, не знаю, можно так сказать, наверное, можно, который я потребил за последние лет десять, и Воланда продолжает, и буквально сегодня, когда я ехал с работы на велосипеде, я снова слушал, как бы, очередную часть внутренних теней, и даже Воланду написал, что ты, сука, гениальный. Просто я бы, я бы мечтал иметь такую фантазию, сука, как у тебя. Так бы и хотел шприц засунуть, а в голову вытащить этот талант и засадить себе. Слушай, такой развернутый ответ, ни хрена себе. Сейчас, секундочку, нас было два донатика, во-первых, магистры люди низко, спасибо большое за 500 рубликов, это очень-очень-очень круто. И Аквилон, меч твой сверкает, как пламя и твой взор, смерть подступает, но бьется в Fianor. Ох, как, 111 рубльков, спасибо большое. Спасибо. Я там видел, в чатике писали, что у нас немножко провисает, я так понимаю, видео, да? Ребят, если вдруг какие-то есть провалы, видео что-то подвисает, обязательно пишите, хорошо? Потому что, опять-таки, я тысячу новые настройки OBS, поэтому не нужно знать. Ладно, вернемся, наверное, к вопросам к тебе. Коль, мы уже... Что, что, что? Да, вернемся к вопросам. Все в порядке? Спасибо, Саша. О, ты подвис что-то? А, вот отвис. Да, а сейчас должен развиснуть. Я просто понял, что у меня два роутера, и один похуже, а один получше. Я понял, что, скорее всего, хитрый ноутбук подключился к тому, который похуже, и я могу подписать. Я вот сейчас переключил, сказка. Ну, ты сейчас подлагиваешь посильнее чуток. Да, серьезно? Это очень странно. Это так странно. Может быть, оно еще не достроилось как-нибудь? Может быть, мне закрыть браузер с тысячей закладок. Ну, так. Попробуем. да, и глупость, как у нас. Прекратить. С малого начать, да, как бы, и вот это закрыть, и вот это, и вдруг оно станет повеселее все. Ну, еще посмотрим, как он будет разгоняться. Хоп, хей, да. Ну, вы пишите, Дань, ты посмотришь, если что, я могу попробовать переключиться обратно, делать от доли секунды. Ну, пока у тебя немножко подостает видео от звука. Ну, ладно, давай пока посмотрим, может быть, он разгонится. Окей. Коль мы зашли, шел разговор у нас о сеттингах, о всяком прочем, расскажи-ка нам, друг мой, а сколько тебе вообще систем, механик, довелось тут поиграть за твою жизнь-то 32-летнюю? Взялся за голову. Ты в своем уме? Ну, примерно? Ну, это очень сложный вопрос. Ну, то есть, типа, я не знаю. Много, да, я так понимаю? Конечно. Типа, я вот сейчас дома, а не на студии, я должен был просто обернуться назад, а там типа два стеллажа с кедишками, знаете. Блин, ну, я думаю, что ну, ну, систем или игр все-таки. Ну, в духе того, что вот мы считаем, что Howl Frost и Красная Земля это разные игры, потому что они вроде как разные игры, но обе на на рельсах. Да, я понял. Давай, чтобы упростить где-то дело, пускай это будет сколько механик тебе довелось повидать? Ну, давай, ну, вот я так скажу, ну, наверное, штук 15, примерно так. Ну, да, почему нет? Хорошее число. Я просто, я не знаю, я никогда не задумывался об этом, ну, то есть 15 хорошее число, очень похоже на правду. Ну, да. Примерно так. Окей, у нас там чатики, прям, Любовь Бердюгина, прям какое-то послание написал, так много комментариев, что-то читаю, я почитаю. Так, Легас, ты маленькую Грис проходил? Нет. Мне ее Тен когда-то посоветовала, я в восторге осталась от эстетики. Эра Водоле... Грис, короче, слушай, Нора, Грис это игра для тебя, для Вилл и прочих рисующих девчонок. Позволи себе вот такой сексистский комментарий. Окей. Так, Яков пишет, кстати, у окаянных закончился первый сезон в ТМБ, по Питеру плюс Алиса провела офигенную кампанию Мориллеса дали, почему вы еще с ними не связались. Так, секундочку, вообще, мы собираемся с ними связаться всему свое время, подождите. Мы всех будем запрашивать, и там уже чего-нибудь договоримся с ребятами. Кто знает. Так, ладно, давай какой-нибудь сейчас вопрос тебе задам. Спустите, на чем мы здесь собрались, так? Так, так, мы выяснили, кто у вас занимается каналом. Вот давай сейчас, кто у тебя вообще занимается вообще вот твоими роликами, то есть, кто монтаж, я понимаю, что у тебя в команде там есть оператор, да, который снимает, есть девушка, которая занимается господи, лого и прочим дизайном, так? Ну, можно сказать и так, но мы все всем занимаемся. Но монтирую я. Монтируешь что? Монтирую я, конечно, да. Мы попробовали, мы искали монтажера, Костя суперкруто справился, все восхитительно. Я контрфрик, я не умею. Ну, то есть, это, типа, проблема, это, очевидно, будет причиной закрытия канала. Мне очень сложно делегировать, то есть, я могу делегировать то, что я вообще не могу сделать сам. Я не могу сам себя снимать и говорить на камеру. Ну, у меня нет такого навыка. Вот. Или там, я не умею абсолютно фотошоп. Ну, и как бы, в вещах, в которых я абсолютно некомпетентен, я и не лезу своим этим мнением. Вот. Но так мы все всеми занимаемся. Монтирую я великолепные ролики Арктика с геймплеями, которые мы сейчас выпускаем. Там звук делает мой друг Бонд. Всякий саунд-дизайн, чтобы выстрелы были, когда выстрелы, и всякие эмбиенты, и всякие такие навороты. Вот. А так, да, да, монтирую сам. Пишу сценарии сам, снимаем втроем, всегда на студии втроем, тусим. Так, я смотрю, сейчас у нас на ролике все-таки есть небольшие пролаги, видео мне нужно будет потом поставить другие настройки. Но, ладно, ребята, я прошу прощения за дропы на видео. Кто знал, кто знал, как говорит Саша. Санька, давай какой-нибудь вопрос. Кто знал, кто знал. Я бы хотела вернуться немножечко назад, и у меня был такой вопрос. Во что бы ты хотел поиграть сейчас? Вот, прямо сейчас. Прямо сейчас. Стой, и пойти, играть. Да, вместо вот этого вот всего. Чтобы этим дерьмом заниматься. Пойти. Да, провести какую-нибудь игру. Или же проиграть. Ой, только не провести. Давай, 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 сам поиграем. хорошо, поиграть. Вессон? Во, крутая, крутая штука, да. Да, наслышан. Я сегодня просто на сайт Modifuilz зашел, и такой, надо, блин, баксы перевести в дурацкие бумагу. Вессон я бы хотел поиграть. Мне интересен культ, я держал эту книжку, когда был в Испании, и прямо я такой долго выбирал между City of Mist, охеренной, великолепной игрой, и Вессон, ой, и культ, и выбрала City of Mist, о чем не жалею, но культ я тоже хотел бы попробовать. Культ я и читал, и в принципе мы собираемся проводить, он такой прям мрачная, мрачная штука, там прям хардфор должна быть. Интересное, что-то интересное. Все так, ну, как бы, вот это такие ответы, наверное, да, ну, или вот так, я бы очень хотел, чтобы выпустили Айкумену, и мы все поиграли в Айкумену, вот будет круто, выпустят когда-нибудь, я надеюсь, уже, блин, чуваки, выпускаете Айкумену, сколько можно, хватит, тетя, тетя, у вас все готово, просто дайте нам ее, и мы будем ее любить, это вот примерно так. В чатике был вопрос от Темный дол, был ли вопрос про ту самую тетрадку, что за тетрадка, Олегас, признавайся. Какая тетрадка, что? Не знаю. Я ничего не знаю, о чем, о чем контекст. Темный дол, уточни нам, что за тетрадка, когда мы узнаем, был ли этот вопрос. Ладно, пойдем дальше. С кем довелось, ну, я знаю, что ты дружишь, вот ты сейчас говорил, что с Сашей Бригановым дружишь, с Ларес дружишь, с кем еще довелось тебе, ну, скажем так, подружиться, посотрудничать за время твоего ведения канала? Пообщаться. С Тэном, с Ромой Ильинковым, не знаю, да, с большим количеством чуваков, так-то всех не упомнишь. То есть, ну, там, достаточно же один раз приехать на роликон, и вот ты узнаешь, знаешь всю тусовку ролевых игр, ну, остальных ролевых игр русского сегмента. Ну, то есть, понятно, что это тоже определенное сообщество, но там дофига у нас в роликах снимались ребята из студии 101, и, как бы, Ава у нас водил в Дэнжаке в нашем серии роликов. Не знаю, очень много кого, при том, что всегда есть ощущение, что мы немножко сбоку. Ну, я думаю, так у всех, что в настольных ролевых играх русских из-за того, что условно нет русского Мерксера, там, знаете, и в Гиггенфандре русского нет, есть ощущение, что никто не мейнстрим. Ну, то есть, типа, все, как бы, все, 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 такие вот, все немножко сбоку, а у Акомотива нет. Ну, опять же, это мое просто ощущение, может и есть, может, я просто и человек, не знаю. Он, Григо, самого Гудкова водил, кого он начал, я вообще говорю. Кстати, а давай вот, коль, у нас зашла речь, как тебе игра-то? я считаю, я считаю, что Саша вернул тебе, вот он в какой-то момент был сверхактивный и очень горящий, очень, очень злой, такой, знаете, злой, голодный, и, а потом, вот, он стал с Сашкой, с которым мы уже подружились, то есть, таким очень дружелюбным соседом, человеком, пестующим сообществом, как-то, ну, пытающийся всегда говорить о том, что нужна культура дискуссии и вот, ну, подобные вещи. и мне кажется, что с этим роликом Саша взял и вернулся, вот, ну, для меня лично, а он такой, а вот, сука, как вам нахрен такое? И я знаю, что я писал, в смысле, типа, важно понимать, да, что много же людей списывалось с этим чуваком, ну, который искал мастера для этого проекта, типа, я писал, и много кто, я знаю, писал, и очень круто, что это был Саша Бриганов, а не я, и никто, потому что такой, сверхпрофессионализм, который показал Бриганов, им не обладает абсолютно, сука, никто. Вот, ну, ну, условно, там, вот этого, не мейнстримового мейнстрима, вот, в этом плане это очень круто, это абсолютно не то, что мне интересно в играх, это не то, абсолютно не то, что интересно мне в плане видеоконтента, но он настолько с крутой стороны, настолько с большим достоинством все это сделал, что это охеренно, это мне неинтересно, это много кому из нашего въедливого задротского сообщества неинтересно, только вот задача-то не в этом, задача-то стояла не в этом, и то, что та задача, наверное, которая перед ним была поставлена, ну, на мой взгляд, была выполнена великолепно, вот примерно так, а мне кажется, что сообщество показало, чем оно на самом деле является, и что, ну, сколько бы мы ни говорили в выпусках, ребята, стирайте носки и пользуйтесь дезодорантом, забывайте чистить зубы, вот, мне кажется, немалая часть сообщества, ну, показала, что они все еще очень зашоренные, очень неудовлетворенные собой, может быть, консерваторы, люди, даже, дело не в том, что консерваторы, дело в том, что очень замкнутые на себя, на тот вижн, который они видят, и, как бы, они воспринимают хобби, как будто в отриве от реальной жизни, а делать так нельзя, потому что это путь в никуда, вот, и можно по-разному относиться, я не спорю, там, ну, опять же, да, это абсолютно не мой продукт, но сам факт его выпуска, это большая победа нас всех, я считаю, ну, и Саши в большей степени. полностью согласен, полностью согласен. Слушай, наверное, переключите на другой роутер, или что там у тебя, потому что ты как картошка. Да, давай попробуем. Как картошка у меня висишь. Давай попробуем. Так, дымс? Так, сейчас посмотрим. там-тадам-там-там, там-тадам-там-там, чтобы вообще ничего не изменилось. Выкус поводильника великолепно. Возвращай обратно, тогда было лучше. Я выключу все. В тебе времена было лучше. Ладно, Санька, давай вопрос. Так, я бы хотела узнать, какие планы на канал, помимо его закрытия, судя по всему, было ранее сказано. Ну да, да, я шучу. Я понял тебя. Плохая шучка. Смотри, у нас есть последние две недели ходящие в команде мем по поводу того, что, типа, не время рефлексии. Вот, сейчас наша задача выпустить получается 24 ролика геймпуэф, то есть 8 сессий Атланты, моей хроники по пятому ВТМ в городе Атланты, 8 роликов того, 8 роликов Арктики, моего Совет Вейва, и 8 роликов коктейва Аса и игры по чему? По ДНД 5 и регион ВАС. После того, как мы это сделаем, я могу начать думать по поводу того, что, ну, как бы, делать какие-то выводы и вот это все. То есть, как изначально это было в нашем шоу, у нас был, короче, уговор, что мы сделаем 50 роликов. Типа, сделаем 50 по водильнику и дальше начнем думать. Ну, то есть, потому что техническое решение вопросов тебя не дает тебе по-настоящему понять, что ты сделал-то. Ну, звук ты на лучше сделал, да, или там, камера у тебя получше, как-то фокус не скачет. Это не то, чем ты на самом деле занимаешься, это какие-то технические штучки. Вот, и нужно делать, как бы, работать определенный массив для того, чтобы эти технические штучки не застели тебе глаза в отношении, рефлексии. Вот, поэтому сейчас задача вот сделать три шоу, три компании по 8 выпусков каждое, по 2 часа каждый выпуск. Вот, мы работаем вот с небольшим шоу про то, как мои друзья делают из меня хорошего игрока. Посмотрим, посмотрим, ну, типа, вот съемки у нас когда в пятницу, в пятницу у нас съемки, вот, посмотрим, как это все будет. Тем интереснее, что сценарий для этого я написал заранее, и первая сессия, где я игрок, там, вожжусь друга своего, она уже прошла. Вот, мы продолбали одни съемки, и поэтому это будет уважение небольшое. посмотрим. И я хочу снять документальное кино. О, о чем? Да, как пивоваров, вот, в таком же стиле, как делают. Ну, про то, в чем, что у меня болит, про русскую ролевую традицию. Интересно. И что там? Про то, про то, я думаю, что пока не стоит делать каких-то заявлений, лежит, как бы, кусок сценария, я многим людям уже написал, и очень круто, когда соглашаются чуваки, с которым, которым ты боишься написать. То есть, я такой, блин, ну, типа, ладно, напишу вконтакте, чувак такой, да, отлично, типа, почему нет, можешь мне лицо замазать, потому что, типа, мне не стоит светить лицо, я такой, да, без проблем, конечно, мне очень важно узнать некоторые вещи. Вот, для этого документального кина потребуется немножко поездить по стране, и в родной Красноярск, и, конечно же, много в Москве. Вот, я хочу в какой-то веке не говорить сам, а поспрашивать у них людей. Это очень крутая идея, очень крутая, очень интересно будет глянуть. Ну, да, да, посмотрим. Это все дорого? Ну, да, спору нет. Чатик у нас спрашивает, все-таки, темный долг, как вести тетрадь мастера? Это вопрос был, помню, чтобы я читал про него. А, я понял. Слушай, ну, давай мы не будем, ребят, забирать все время. Идея хорошая, очень круто, что, напомню, можем снять нормальный поводос про это, потому что за 80 с чем-то выпусков у меня есть ощущение, что любой человек, который посмотрит 80 с выпуском по водильнику, поймет, нахрен, как водить игры. Про тетрадь действительно надо бы записать. Вы видите, мы только что подали идею по водильнику, что нужно в следующем видео записать. Плюс инсайдерская информация по документалке, это тоже очень круто. Илья Берняцкий спрашивает, какие планы по миру заре? Ну, смотри, Илюх, сейчас такое дело, мы заканчиваем Арктику, и Арктика подведет к концу сеттинга. Все тайны будут рассказаны, у меня больше не будет тузов в рукаве, и я буду писать новый сеттинг. Ну, вот примерно так, то есть по миру заре я провел кампании, наверное, на 8, и в каждой из них был определенный кусок информации, и тут я вот все такой подумал, все круто компоновал, и я думаю, что, ну, в смысле, в предисловии, которая, нулевая сессия, которая на Патреоне лежит, я говорю ребятам, что это финал сеттинга, больше ничего по нему не будет. Примерно так. Ну, то есть я не собираюсь его издавать, с ложечки кормить своим, несчастных ролевиков кормить своим Soviet Wave, потому что очевидно, что это, ну, эта булочка вообще не для всех, и мало кому интересно, особенно на, ну, бессмысленно выпускать сейчас сеттинг, не переводя его на английский язык, ну, то есть, типа, ты ни за чем это делаешь, это очень много твое время, ты будешь просто ходить по улице и собирать эти банки и бутылки, ты больше заработаешь, чем вот выпуская свой сеттинг, свою настольную ролевую игру, потому что, ну, это очень много сил, и поэтому, а делать Soviet Wave для Запада, это абсолютно бессмысленно, потому что там, понимаете, когда мы представляем синий Зил, да, я часто к этой метафорой обращаюсь, у нас очень конкретный синий Зил, у всех, фука, одинаковый, вот этот, с белой частью, вот этим всем, я вам, к сожалению, иностранцам, ну, это будет ничто, поэтому придумай что-нибудь еще, но с миром Зари буду заканчивать. Вот так вот. Санечка, давай, трави. Ох, сложно, Данечка. Я так понимаю, урок, как быть хорошим игроком, еще не было, вы еще не снимали, еще ничего. Не, 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 написан сценарий, все придумано, просто мы собрались на съемки, и так бывает, что вместо этого мы сняли другой материал, который сегодня, сегодня должен был быть выпущен, но не получилось. Я немножко задержался с монтажом, после того, как я все смонтировал, в ложу, там нужно еще немножечко поколдовать. Вот. И я хотел сегодня щеголять и говорить, а, про это мы уже выпустили ролик, а, вот он. Вот. Но нет. Вместо этого я буду говорить, блин, когда-нибудь он будет. Вот. Скоро выйдет ролик, в котором он выйдет. 40-минутный, 40-минутный ролик про то, почему невозможно снять, почему технически можно снять настольную ролевую игру. А показать крутость нельзя. Вот. Мы там втроем сели, ребята вообще были не готовы. То есть, они такие, типа, что, снимаем про игрока? Я такой, да, давай, ставь, сука, камеру на троих. И такие, что? сели и там очень злой видос. То есть, вообще непонятно, вот, зачем, блин, так говорить. Но там, да, мы рассуждаем о том, как, вот, что все стримы, там, записи геймплеев, вот этого всего, чем они являются, и чем они на самом деле не являются. Вот. Мы снимали это, и, вот, вместо того, чтобы сделать вот проект по игроку, но все нормально, пятница, очень скоро. В пятницу это же послезавтра. Где-то завтра. Это уже, когда это? Нет, это послезавтра, послезавтра. О, все, а, завтра в автор, И только я хотел сказать, все можно на рассосе, тут отдыхать нельзя, завтра ковать контент. Да, то я смотрю, сердце, сердце, примерно так. Да, 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 я думал, ну все, завтра буду отдыхать во все лопатки, но нет. Так, я в меру того, что у меня не так много времени, мне лень, не все у тебя смотрел. Поэтому, это понятно. Мне вот интересно знать, давай, конкретно, помимо игр, которые вы записываете. А скажи мне, поводильник, это понимает, ты в поводильнике задеваешь тем, касательно инари, чтобы раскрутить эту тему, и людям было понятно, что да, как вообще в инарио сообществе, скажем так, техниках происходит. Нет? Нет. Нет, нет. Поводильник, это шоу, в котором я затрагиваю разные темы, пытаюсь, ну, и давая представление о том, как работать со звуком в настольных ролевых играх, или что там принести стоит, если это твоя первая игра, и ты первый раз идешь, что это стоит взять с собой. Ну, такие банальные вещи. Это, конечно, просто мой каос, посвященный тому, что, как я вижу хобби, ну, то есть, это просто 80 с хером выпусков истории про то, как мы водимся, ну, то есть, предметными какими-то вещами, какими-то хаками, мастерскими хуками, построениями сюжетов, работы с голосом, и прочих очень, ну, на мой взгляд, предметных вещей, вот примерно так. Я также смотрел, у тебя там довольно много старых этих самых рубрик, которые ты, я так понимаю, забросил или закрыл, например, в Вести с полей, там давно ничего не было. Ой, это сложная история, то есть, типа, изначально, короче, там классная заставка, и это крутое название, вот, но мы на Вести с полей очень разные вещи натягивали, там есть рекламный ролик для Pandora Box, потому что они стартовали новую кампанию, и мы таки думали, что Вести с полей, это будет такая, знаете, рекламный блок, очень конкретный, прям вот рассказывать, что выходит, да, или вот как сейчас, да, Рыжий Библиотекарь делает, там, новости ролевого кикстартера, а мы, типа, тогда думали, вот что-то такое делать, предметное, иногда рекламное, потом это стало выпуском про то, как я езжу на мастер-кэмпы, приглашенным будет спикером в Новосибирск, на тамошний попкорн, такой фестиваль поп-культуры, и думали, что это будет история про поездки, какой-то вот такой блоговый формат, потом мы думали, что это можно делать прям как новости каналов, то есть, что у нас вообще выходит, на что стоит обратить внимание, и какие-то вот, ну, бытовуху какую-то рассказывать, как мы там, не знаю, ролики снимаем, короче, разные варианты рассматривали, ни один не прижился, вот. Главное, да, не спрашивай мне разницу между простыми щами и прохладными историями, я всегда путаюсь между этими двумя рубриками, вот, но знаю, что следующее, что выйдет, это будет прохладный, это будет простые щи, прохладные щи, вот, прохладные истории, прохладные истории, прохладные истории, связанные с настольными ролевыми играми, то есть там, про то, как я водил в армии, например, есть ролик довольно крутой, и мне кажется, ну, один из самых успешных, про то, как я водил в, в городе Железногорске, там был, такой проект, назывался Международная школа космонавтики, и там я несколько лет водил детей, например, ну, детей и подростков, там история про это, то есть, какие-то более житейские, быть может, более лиричные, более личные истории про, ну, про хобби, и то, как я с ним сталкиваюсь, и как с ним работаю, там, есть выпуск про то, что жизнь начинается в сентябре, знаете, ну, это такая, короче, личная история, а простые щи, простые щи, это изначально была штука такая, она в Аске, помните, такой был сайт Аск, вот, у борода, короче, там задавали вопросы анонимно, и я садился, и на камеру просто, типа, не читая до этого вопроса вообще, типа, просто не подготовлено ничего, а отмечал на всякие вопросы, и потом, это в целом стал, ну, перерос в формат, когда мы просто ставим камеру, и просто на нее говорим, вот, мне кажется, это ее особенности, то есть, последний из этого, по формату, насколько не по названию, извините, я вас запутал, это выпуск про то, как мы вот командой в прошлом году съездили на ролевую божевую действию, черный отряд, мы сели, и просто рассказывали, как мы подготавливались, какие техники ролевых игр настольных брали, как это все происходило, в общем, ну, такое бы, просто общение с камерой предметно по вопросикам, вот. Я понял. Так. Вот, ну, выпуски там есть, всякие денджаки. Да-да-да-да-да. Основная твоя рубрика это все-таки «Поводильник», как ни крути. Все-таки. Да-да-да. Ну, как бы, «Поводильник» и «Поводильник». Название с ее рубрика. Сейчас так много, сейчас так много этого всего, то есть, ну, так или иначе, очень много каналов затрагивает тему и теории настольных ролевых игр и всего такого, то есть, там и от родогастов до эльфов в металлистов, то есть, как бы, делают что-то, и мне кажется, что мы про все, в принципе, рассказали, то есть, вот, как тетрадка мастера, типа, вот, если какие-то вещи всплывают, мы будем делать, но в целом сейчас наша основная идея снять пол геймплея, а потом делать предметные разборы в духе, где и что я, как на самом деле сделал, то есть, ну, знаете, типа, а вот здесь я растерялся, и смотрите, вот здесь херовый выбор дан, не потому что, типа, он изначально хреновый, а потому что, вот смотрите, сейчас заявка игрока сбивает меня с толку, я смотрю в тетрадь, а там, типа, очень плохо все написано, и я пытаюсь ориентироваться на ходу, вот, ну, короче, прям предметно разбирать, какие хуки, как я выкручиваю все ситуации, как работаю с заявками, как работаю со спотулайтом, вот, и всякие такие вещи, в общем, ну, но это нужно нам примере, чем-то делать, и вот мы снимаем, грубо говоря, эти гигантские, охеренные, сложные, дорогие примеры, вот, так, ну, ты прям, у меня прям скачешь, прям, у тебя, видно, я тоже хотела спросить, как бы, у меня одной, не, у меня тоже, ты придумаешь, что нет, отстой, ну, ладно, у нас, так много времени осталось, мы уже скоро будем идти на финишную кривую, уж, уж, что поделать, видишь, сегодня у меня, у меня интернет лагает, и у тебя, и вообще все сегодня плохо, но ничего, главное нам слышит твой прекрасный голос, Санечка, с голосом вообще все отлично, да, как бы, удивительно, удивительно, ведь в поводинке всегда херовый звук, это мем, вот, ну, хорошо, какое-то видео, где там звук прям плавал в все стороны, и люди вот в комментариях об этом писали, слушай, это, я в свое время, ну, ладно, да, ну, я просто хотел Санечке дать вариант, задать вопрос, Саня пока готовится, ты расскажи там в свое время, да, в свое время мы хотели футболки сделать, где логотип поводинника состоял бы из комментариев, по поводу того, что, вы знаете, что это чувак карталый, это очень популярный комментарий, ну, пипец какой популярный, и, типа, а что со звуком, ну, что за говно, вот, а чтобы вы поняли, я вчера монтировал, и вчера, вот, последний раз увидел комментарий про, типа, вы в курсе, что у нас, типа, мастер карталый, мы, серьезно, даже не догадывались, блин, спасибо, что у нас в глаза, сука, вот, а про звук реально, ну, там, последний раз мне сегодня написали, но уже в личку, не в комментариях, в личку, типа, хули, так тихо, написали мне в личку, я говорю, слушай, не знаю, дружище, вот, вроде, вроде 1800 человек, посмотрела, никому не было тихо, тебе тихо, может быть, что-то у тебя, прибавить звук, в конце концов, встал и выше вообще, я не знаю, да, ну, что, это, типа, это, знаете, это проклятие, которое, ну, ты такой, ну, вот, вот, как бы, знаете, есть, выврите, с уокаха, вот, когда два поезда, вот, шли по разным путям, у нас все равно, сука, столкнулись, вот, ну, судьба, типа, вот, ну, такие дела, мы стараемся, как можем. да, да, Таглан, Санечка, вопрос? Ну, я так понимаю, у тебя огромный опыт, как это, мастерства, не знаю, гэмства, да, мне интересно, каких игроков ты не терпишь? Вот прям, а тетя, встал и вышел, в конце до конца. Хорошо, у меня есть про это выпуск, я попробую из него что-нибудь вспомнить. Я не люблю водить парочки, даже если это хорошие игроки, как правило, как только они приходят вместе, все становится немножко хуже. Но, но, если вы смотрели нашу Атланту, а это охеренный дэнжин, я настаиваю на этом, Ёж и Саша, они пара, и Ёж, который и до этого был офигенем, вместе со своей девушкой, когда пришел, он стал супер охрененный, вот, и, то есть я уже не могу сказать, что вот, ну парочкой как-то. Сейчас я сформулирую, ну, наверное, мне не очень, не бесят, мне не очень интересны люди, которые пришли побеждать систему, ну, просто потому, что я легко могу сказать, окей, у тебя все получилось, ну, то есть, друг, не надо кидать никакие кубики, у тебя просто все получилось, ты что хочешь, вот. С такими людьми я сталкиваюсь довольно редко, на самом деле, поскольку небольшой любитель всяких игротек и прочего, но, наверное, вот они, что еще можно, кого еще вспомнить, последний раз я просто заканчивал Dungeon и там шел спать, когда человек начал меня учить каким-то, блин, опять же, это было больше 10 лет назад, я вот сейчас не могу сказать, что меня бы это так выставило. Короче, я начал описывать заклинание, и чувак сказал, что оно не так выглядит. Вот, ну, он такой, типа, я все прочитал, это заклинание выглядит не так, и я такой, типа, что, почему не так? Ну, почему бы не вот так? То есть, и меня это как-то вот прям в свое время выстегнуло, и я такой просто, ну ладно, окей, я спать пошел. Вот, но, опять же, да, это было много лет назад, ну, типа, десяток, ну, да, 10 лет назад я с армией когда пришел, и сейчас я не знаю, насколько бы меня это дернуло. Больше всего я не люблю игроков, которые от меня что-то хотят. Ну, в том плане, что сейчас я попробую раскрыть, открыть тему. Когда люди приходят и говорят, вот, сука, ты, короче, тут учишь всех, как нужно, ну-ка, давай, покажи, ну-ка, удиви. Вот, такие, конечно, сразу лесом идут, потому что, очевидно, им неинтересно играть в игру, им интересно доказать свою правоту внутри. А кто я такой, чтобы им, как бы, ну, им противиться, да? Чувак, все, полное говно, типа, ты победи, уходи. Вот. А ты хорош! таких людей не так много, и те чудесные люди, которых мне удавалось водить на там же попкорне или мастер кэмпе, они охеренные, и, типа, это удивляло, когда ты такой думаешь, вот, сейчас они меня будут закапывать, просто, типа, макать просто, это кто тут наводил? Ну-ка, ты нас как учил? А ты, думаю, тут не так делаешь. Вот. Они приходят, и просто, вот с таким вот открытым сердцем, такие, как, давай тягачить, и ты такой, боже, нахрен мой, какие невероятные люди меня смотрят и доверяют мне. Это, ну, блин, короче, это просто потрясающе, и, ну, это, наоборот, делает тебя более сильным, что ли, более смелым. Когда приходят люди, которые, ты тебя абсолютно не знают, ты их абсолютно не знаешь, они тебя знают только по роликам, и они такие, чувак, мы тебе доверяем, давай, давай, типа, сделаем это вместе, и чтобы это было круто, и, ну, это офигенно, то есть, последний раз, когда я там на попкорне водил, там, столов 30 было одновременно, ну, в вождении, а у меня была такая провокационная игра, там, каждые 10 минут, нужно было вставать и петь гимн Арстоцкий, там, вот это вот, полная дичь, короче, просто, как я люблю, такой вот, сермяжная правда, вот, и чуваки такие, да окей, короче, и такие, знаете, вот справа там, чуваки подземелья штурмуют, слева чуваки подземелья штурмуют, там, а и такие, там, Арстоцкого, великая наша держава, типа, вот, и я такой, вот это охренеть, вот это чуваки, просто без тормозного, блин, вот, это очень круто, вот, так что, ну, вот, прости, я, как-то очень плохо ответил на твой конкретный вопрос, но все дело в том, что, типа, я взрослей, и люди, которые ко мне приходят, взрослеют, и, да, и приходят совершеннонейшие новички, типа, Ваня Шпанке, просто, чувак, не водился никогда, он пришел, и такой, вот, вот сейчас можно, опять же, в архите посмотреть, а Ваня Шпанка, ну, такой крутой, просто, такой, сука, крутой, вот, ну, то есть, это просто капец, типа, чувак просто пососался в это все, выгрыться, и то, что раньше ему казалось, он постоянно говорил, я такой, ну, на фидбэке такой спрашивал, типа, что, Вань, как, он говорит, сложно, очень сложно, все так сложно, а сейчас такой, просто, играючи раз, там, фразочку, два фразочку, и все такие, блин, Ваня, это просто охренеть, типа, насколько ты классный, вот, как-то так, короче, вместо того, чтобы нос воротить, нужно, мне кажется, духовно расти, иначе пиздец. Это просто, браво, отличная речь, прямо, встал и аплодировал, но не будет. Так, у нас там чатик, понасточил вопросов, давай я быстренько их прочитаю. Так, Данил Кузнецов пишет, привет, Легас, вопрос, твоя команда, это друзья, из которых выросли хорошие игроки, или игроки, с которыми ты близко сдружился со временем? Моя команда, это люди, которые, сука, начали тусоваться на съемочной площадке и помогать. Вот. А просто, типа, мы не то, что были там супер друзьями, но это правда, что Вил, что Славик, мы скорее стали друзьями, когда начали делать общее дело. То есть, сначала там, Славик просто был на подхвате у Ника, Вил там, заказывала пиццу и просто помогала, ну, охачашкой, да, то есть, очень простыми какими-то вещами, безусловно, очень важными, но, короче, очень предметными. А потом, эти оба человека стали и носителями ей, и сейчас там, у Вил, блин, есть соло-рубрика, то есть, ну, мы выпустили выпуск, где она говорит, а я молчу все время. Вот. Сейчас вот у Славика будет, они стали носителями идей, и их мнение супер важно для меня, и они мои первые цензоры такие, типа, нет, мы все еще не будем делать похабный скетч, как ты ненавидишь Вархаммер 40 тысяч, типа, мы еще от ДНДшников не отмылись, типа. Как-то так, ну, то есть, и все это плотно, нет, просто вопрос, друзья, игроки, и, да, они мои любимейшие игроки, очень их ценю, но, как друзья, конечно, ну, то есть, типа, мы, сейчас, мы поступаем к тому возрасту, вот, ну, наша тусовка, когда очень сложно дружить просто так, без общего дела, мы не можем просто, знаете, типа, ну, если мы будем собираться просто, когда захотим, мы не соберемся никогда, потому что у всех дети, у всех работы, проекты, нахватанные подработки, какие-то штуки, это, ну, типа, ты, может, любишь этого человека, ты хотел бы с ним тусить, но у вас, когда нет вот этого вот связующего звена, очень сложно, а когда у вас общее дело, вы ведитесь постоянно, вы постоянно общаетесь, поэтому я всех зову там у нас посниматься из моих друзей, потому что это возможность там как-то вот зацепиться, и иметь вот эту общую связующую нить, как вот мы делали в Арктике, когда в Арктике вводится друг Тим, вот, человек, у которого нет времени вообще, типа, никогда, вообще, ну, он там программист ВКонтакте, и, типа, суперзанятый чувак, я такой, Тим, давай так, раз в две недели, два с половиной часа, он такой, продано нахрен, давай, типа, и просто у человека, у которого вообще нет времени, хоть вот так вот мы зацепляемся, вот примерно так, то есть мы об этом все дружим, очень, очень глубоко дружим, но это очень ценный, очень крут, на самом деле, так, ну, конечно, очень мило, очень мило, проверьте дальше по чарику, потому что много чего написали, а у нас мы уже должны идти на финишный, прям, я уже говорил, так, Нора, она же Любовь Вердюгина пишет, обязательно тебе, что передать говорит, простые вещи и прохладные истории были прекрасны, мы по ним скучаем все еще, и так же, ну, вот, сегодня должны были выйти, ну, а сегодня, да, еще напишите, еще бы рубрику о том, как вы катаетесь с Вилл и прочими на РИ, прошлое такой подкасты, неизвестно, посмотрим, может быть, так, какие у нас там еще вопросы были, там собрались уже скрини, твои выражения, пока тебя фризит, в твои выражения, обычное дело, эту мимику не удержать, темный долл пишет вопрос про вечерние кости и локомотив, не забудьте, это, наверное, имеется в виду, что вечерние кости подразумеваются как локомотив на Ростольного ролевого движения на Руси, они крутые, да, они крутые, они крутые, но это все еще не ватмерсер, грубо говоря, то есть, смотрите, они делают очень крутой мейнстрим, офигенный, и супер качественно сделан, и все классно, проблема в том, что это все еще субкультурщина, то есть, это все еще, к сожалению, не история про, ну, то есть, грубо говоря, в таком случае, Бриганов больше мейнстрим, чем, ну, больше локомотив, чем одним роликом, больше локомотив, чем все вечерние кости, но это ведь не так, правда ли, друзья? Соответственно, фиг знает, фиг знает, но я верю, что ребята смогут, и, ну, даст бог, нас ждет то время, когда, ну, хорошо бы они, а не кто-нибудь другой, знаете. Да, это да, золотой век ждем, короче. Так, Фан Нувера спрашивает, Легас, а с Гага Геймс не планируешь какую-нибудь совместную деятельность? Они нам, у нас есть ролик за их партнерством, а в остальном, мне кажется, что они активно сейчас дистанцировались от настольных ролевых игр в пользу обычных настолок, а все первенство заняли хобики, а с хобиками у нас много интеграции, совместных проектов, ужасных, люблю, большие, они большие молодцы, и как бы не относились люди каким-то там, что ой, Ваттердип, наша глубоководие и никогда земли перевели, как, понимаешь, Ваттердип и Неверпинтер, суки такие, а я такой, слава богу. Вот, ну, короче, примерно так, что у нас еще? Даже с МОС Игрой у нас есть совместный проект под названием, как же он назывался, господи, неважно, короче, типа, со всеми мы поработали, но мне кажется, что сейчас, ну, не так много чуваков, которые реально много издают и много делают, то есть это 101, это, это Пандора, а это Хобики. С Пандорой очень тяжело работать, ну, правда, типа, к ней много кто приходил, и я приходил в том числе, они как-то, ну, они такие, решили создать закрытую экосистему, видимо, и рекламную тоже, и в ней, как бы, активно варятся. Они очень крутые, делают много классных вещей, но вот туда им не очень интересно с кем-то, ну, во всяком случае, не интересно со мной. Хобикам со мной интересно, мне с ними тоже очень интересно, вот, примерно так, а со 101-ми они сами себе делают весь контент, даже большие молодцы, стримы, истории, истории настольных ролевых игр, между прочим, очков. Да, Так, ну что, давайте потихонечку, по одному вопросику, Саня, от тебя, один от меня, из чата, одни вопросы, и будем закругляться, потому как мы уже довольно долго сидим. Сашка, давай, трави. Так, не знаю, какие персонажи, игроков, тебе, твоих игроков, прямо запали в душу. Или же... Запали в... Ну, все, все, конец вопроса. Давай я тебе такую байку расскажу. Однажды мой друг кучер водился паладином бога Латандера, и... в какой-то момент он пришел ко мне между сессиями, сказал, что Археэль, ой, не Археэль, как его звали, ну, короче, типа, этот паладин гораздо лучше, чем он, и он не вывозит, потому что его персонаж настолько чище, чем сам кучер, вот, чем мой друг, что ему с ним... он не может. Он говорит, можно он станет NPC? Потому что тебе легко так сделать, а я не могу. Типа, во мне слишком страшки много. Вот это погружение. Это во многом про то, про что вот наша тусовка. То есть я могу много рассказать про невероятных персонажей, но главное, что во мне всегда, ну, типа, что заставляет просто плакать, и типа, от радости от того, какие невероятные люди меня окружают, это когда человек очень вдумчиво и рассудительно начинает пытаться прочувствовать по-настоящему и сравнить себя и своего персонажа. Не просто сделать красивую карикатурку, которая будет выбивать много домокатом. Ну, это вообще не про нашу тусовку. Когда, знаете, вот я водил по City of Mist приказать 90-х. Вот, это очень показательный такой. И это был Дэнджон, который весь строился из русских фразеологизмов. Вот, ну, если там все вот эти вот приколы City of Mist они были там, типа, Ёшкин кот, я не знаю, Ёкарин и Бабай, то есть, ну, вот такие вот, такие персонажи. Они, а я стреляю магмой, а я умею замораживать, там, льдом покрывать. Ну, типа, это нахер не выполнено. И вот, мы сидели, у меня было два игрока, Тима Бабер, и там такой был тандем. Знаете, подружились как-то чуркой с Кинхэд, в том плане, что Бабер играл неонациста, который только что откинулся из тюрьмы, потому что вез с Таджикистана героин, чтобы его продать и построить типографию. Да? А Тим играл мента, бывшего. И вот они сидят на игре, в пространстве игры, в гараже и пьют водку. Ну, играем мы в это. И они такие, сидят, молчат, друг на друга смотрят. Мне сказать нечего, потому что там давление текло выдавливает от того, как они, ну, я все понимаю, понимаете, и они все понимают. И там нет какой-то вот этой типа шелухи визуальной. Они просто сидят, такие вот, держают невидимые стопки, да? и бобер такой выдает. Леха, вот ты скажи, ты русский? И просто, просто пипец, ты такой, в этом столько всего. И это, это, это настолько мощно было. Мы такие, ну, капец, потому что это вот Балабанов такой, знаете, прямо такой вот, невероятно мощная история. И, ну, вот, наверное, это, когда, вот это, как я про Красную Землю говорю, когда ты смотришь на своего персонажа, вдруг немножко на два шага назад отходишь и что-то понимаешь. Вот это, вот такие штуки, они, конечно, разрывают меня, как мастера, ужасно. И заставляют нас многие-многие годы потом вспоминать какие-то эти моменты и журить игрока, когда он пытается всту, как этому же паттерну вывести опять. Вот он такой, знаете, было хорошо, сейчас еще раз вернусь этим же говном. Я такой, а ну, сука, остановиться, давай думать в другом направлении. И порой удается невероятно круто. Вот примерно так вот ответил вопрос. Ну, крутой ответ, крутой ответ. Это я сразу же ответил, ответил на, примерно, на у нас был вопрос, какая-нибудь прикольная история из твоих игр. Я думаю, это можно внести в этот вот. Ну, почему нет, да, не самое дурное. Так, с чатика один вопрос, прочитаю. Легос, ты брал интервью черного леса мастера, скажи честно, он тебя так сильно раздражал, как на видео? Как на видео видно. Нет, нет, гордей меня. Короче, я просто плохой интервьюер. И если бы я сейчас имел возможность снять, я бы сделал по-другому. Я плохо подготовился к интервью, прям плохо. и меня, короче, просто расстроило то, насколько я некомпетентен в каких-то вопросах и вместо того, чтобы пытаться что-то понять и узнать, да, у Гордея, как там, суперпрофессионал в вопросах продажи настольных ролевых игр массам, я что-то замкнулся и стал, ну, короче, это просто плохо взятое интервью, с Гордеем, но после этого богатейшая переписка, ну, не богатейшая, но нормальная переписка, и жалко, что я настолько плох, вот, примерно так. В целом, мне кажется, это один из самых интересных чуваков в сообществе, который неактивно светит лицом в камеру. Ну, то есть, мне кажется, что даст бог, кто-нибудь у него еще возьмет интервью и там все сделает как надо, не как я, вот примерно так. Понял, чудно. Ну, и давайте, наверное, я последний вопрос выброшу тебе, потому что у нас с тобой получилось одно из самых длинных интервью за нашу историю. Извините. Да, нет, наоборот, это очень хорошо. Скажи, меня вот конкретно интересовал, я про твой канал, не стану скрывать, узнал из этого популярного видео почему не стоит играть в ДНД. Так. Пока! Я когда его увидел, я подумал, типа, че? Че? И, наверное, когда посмотрел, когда посмотрел, когда я был фанатом ДНД, как, собственно, все, наверное, начинал с ДНД, я типа, особо не осознавался из других систем, и типа, как так, мою любимую систему сейчас поносить буду. Я посмотрел, у меня, наверное, была реакция, так как у большинства, которые это видео посмотрели, а потом, только спустя какое-то время, я увидел в описании, что к этому видео не стоит относиться серьезно, я там сделан, типа, в плане, как шутка, или типа того, что там написано. Ну да. Скажи, вот, я так понимаю, вылилось, вылилось фургон говна после этого видео на тебя и на это видео, так вот? Ну, не знаю, ко мне вроде не прилипает. Смотри, показалось себя как всегда. Смотри, мне кажется, что шутить шутки ужасно смешно. Блин, правда? Мне кажется, да, да, да. Это прозвучит фантасмагорично, но именно так. А у вас еще ГМ-картавит? У вас еще ГМ-картавит. А, да, известный факт. Вот. Смотри, в свое время мы записали видос, там, как-то он назывался, типа, как надо водить женщин или что-то вроде того. Так. Это ваги, он скрыт, чтобы вы поняли. Так. Потому что сейчас такие видосы нельзя, как бы, пять лет назад можно было, а сейчас уже нельзя. Да. И это был, типа, памятник сексизма. То есть, ну, типа, там я такое выдавал, что просто и в процессе мне было невероятно хорошо. То есть, я сидел на ВК-фесте, где-то там начинал Ваня Нойс играть, и я такой, сейчас, вот, я очень хочу в слэм, а сейчас мы еще запишем зерни. Вот. И, типа, покажем людям. И тогда ко мне пришли очень много людей и сказали, ты что, охуел, это че такое происходит? Это, ты вообще нормальный, нет? А многие люди, с которыми мы лично знакомы, они такие, господи, это охеренно. Типа, это, вот это, типа, искусство, вот это сейчас было, типа, и в основном женщины такое писали, если мои знакомые игрокесы. Вот. Коды шли, сейчас такой видос, конечно, нужно скрывать, потому что, ну, не надо, не надо так делать, очевидно, время, время стало другое, но там девушка из вечерних костей мне припомнила этот видос, ну, то есть, типа, понимаете, он ведет сквозь года, просто, типа, вот. И с роликом про ДНД мне показалось, что, да, нельзя, ну, типа, сексизм плохо, ну, сексизм, сейчас, ну, ни в коем случае нельзя. И, ну, типа, это правда говно, полный отстой. Ну, я такой думаю, но супер же смешно на канале про настольные ролевые игры от меня, которые, как бы, на ДНД и потратил, там, больше денег, чем я не знаю, ну, что угодно в своей жизни, и потратил времени просто, ну, типа, я не знаю, я мог бы улучшить китайский язык, все, все на свете можно было добиться, если бы я, как бы просто взять то время, которое я вводил ДНД, именно ДНД. и я вот со своей позицией, со своего типа этого, буду сейчас, типа, иронично, знаете, вот, не просто говорить, типа, ооо, там, типа, потому что это говно, а потом так, хватать какие-то штуки, которые, ну, знаете, на грани правды и вот этого всего, и буду иронично про это все рассказывать, еще и, сука, в два микрофона, чтобы, ну, вообще, типа, полная дичь. И я выпускаю ролик, и мне так хорошо от этого, я такой, господи, какая ирония, это же просто охрененно, но, типа, очевидно, байт удался, люди пришли и стали негодовать, и вот, вчера буквально я сидел и последнего года негативные комментарии скринял, ну, там, для скетча нужно было, появляется много-много-много злых комментариев, вот, именно из-под этого видоса, ну, типа, люди такой яркой ненавистью, такими эмоциями выплеснулись, то есть, мне больно от того, что это второй по просматриваемости видос на канале. У нас много охеренных, охеренных видосов, очень сложных, очень глубоких, где я, правда, типа, ну, стараюсь, и, как мне кажется, мне некоторые вещи удаются и в пользу того, чтобы, ну, со своей стороны, со своего какого-то угла, да, из-под параша что-нибудь дельное сказать, вот, а люди, ну, они хотят смотреть вот это, и как бы мы не думали о том, что, ой, там, тысяча дизлайков, там, все дела, знаете, ну, типа, видимо, вот это людям интересно, ну, то есть, типа, выпуская я вот такой контент, ну, у меня были бы совсем другие просмотры, не как сейчас, да, и так мы, и смотри, смотри, у нас еще есть, давай немножко времени, и мы такие сейчас, реверс делаем, а с чего я начинал? А начинал я с того, что хейтил, мир тьмы, например, и я сидел, и мне было очень смешно, потому что, периодически, я в каких-то примерах, я такой, ну, вы понимаете, что, типа, ну, играть в мир тьмы просто невозможно, ну, просто, ну, это, это для дурачков, короче, просто, и, как бы, периодически, я за это такой, хоп-хоп, знаете, через разные видосы про это проговаривал, потом такой, назвал видос, типа, вот, там, простые, типа, вот, тут я отвечу на вопрос, почему я ненавижу мир тьмы, а я в это время, сука, играю в мир тьмы, чтобы вы поняли, вот, я такой, кстати, про мир тьмы, да, и там, белые шумы, все дела, короче, я такой, спасибо, что посмотрели видос, люди такие, да ты что, охренел, что ли, ты что, не по-настоящему ненавидишь мир тьмы, а я такой, господи, ну, что, да, да, действительно, не по-настоящему, и с ДНД так же, типа, безусловно, люди сделали этот ролик гораздо более ценным, своим негативом, своими просмотрами, своим хейтом, они его возвели, ну, в совсем другую степень, там, не знаю, контента, чем я бы этого хотел, я бы хотел, чтобы этого ролика было, там, 4000 просмотров, там, не знаю, и 4000 дизлайков, то есть, ну, чтобы там, все-все, оно как бы в самом себе держалось, а сейчас это будет самый просматриваемый видос, и в момент, когда он обойдет просмотров в Pathfinder, я его скрою, потому что, я, я, это ролик про Pathfinder, понимаете, а не ролик про D&D, и, к сожалению, своим вот этим овер-вниманием, люди его, короче, люди навесили на него смыслы, которые не закладываются в нем, вот такие дела, но, опять же, да, ну, закончится этот видос, сниму видос про то, как я ненавижу Warhammer 40,000, знаете, 6 лет назад я написал пост, текстовый, еще до YouTube, про то, что ни один здравомыслящий человек не может фанатеть от Warhammer 40,000, его даже одно сообщество, Warhammer, а я еще был вообще никто, звать меня было никак, и там уже люди такие, ээээ, жиденок, я его мамку туда-сюда, за императора, Red DuPast, вот, если я сделаю такой видос, вы понимаете, какой это успех был? Черный пиар тоже пиар свое вроде. Ну, типа того, не хочется с этим ассоциироваться, не хочется, но, люди, опять, да, люди наделили это смыслами, которые туда не закладываются, примерно так, не получилось, да, жестко, так бы я должен был сказать, да, потому что ДНД говно, знаешь, ДНД опять для петухов, вот в четверку мы нормально играли, вот это была хорошая система. Теперь это не твоя ирония, а их мнение, короче. Сейчас, сейчас нужно будет, знаешь, кусочек этот вырезать, и в начало... ДНД говно, и все, блин, вот четверка зашибись, да, и все, и все, и больше ничего не надо, люди такие, офигенно, давайте поспорим комментарии. Да, собственно говоря, на этом, я думаю, можно закончить на этой положительной ноте, что аж, ребят, нас в гостях был Легас, он же повадильник, спасибо огромное тебе, Легас, за присутствие здесь, на час пятьдесят, аж, нифига себе. Было очень круто, было очень интересно, забыл поболтать, ребятушки, просим прощения за то, что у нас время-то время пролагивал, пролагивали видео, и что у Легаса, что у меня, что у всех, дерьмо случается, что поделать? Кто знал, кто знал, кто знал, как говорит Сашка. Да, еще раз всем спасибо огромное, если вдруг, если вдруг, я не знаю, существуют такие люди, которые не подписываются еще на Легас, обязательно подписывайтесь, те, кто смотрит нас в будущем. Подписывайтесь, ребята, да, на ребят. Обязательно. Вот тут, вот тут, вот тут, вот там, кто будет смотреть наше видео в будущем в записи, все ссылки на Легаса будут в описании, само собой, и на Патреон, на все на свете, короче, найдем те ссылки из Кида, и на комментариях, где Warhammer, мы тоже скинем ссылки. Да, Все, спасибо, друзья, спасибо большое, что позвали, было, мне кажется, довольно задорно, что-то выдали немножко. Да, было, было. Ладно, все, всем счастливенько, всем пока, всем до встречи.